Ошибки женщин в отношениях. Человек-то он хороший, ну и что, что он там выпивает? Ну и что, что он там грубо, где-то может жестко разговаривать там с посторонними людьми? Все, я тебя бросаю, мы расходимся. И он резко становится шелковый. Как доказать мужчине? Как составить? Как убедить? Блин, ну ты же видела, за кого-то выходила замуж. Переспать с мыслью и завтра проснуться. Все, я уже не чувствую. Оно где-то там проснет. Я об этом не думаю, я этого не чувствую. И как только он поймет, что он неправильно себя ведет. Да, я понял, понял, я все понял, как я был неправ. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов. Я психолог, эксперт в отношениях. И прежде чем мы перейдем к нашей теме, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно смотри это видео до конца. Первая ошибка, это когда в отношениях наступает такой некий переломный период или сложный период или стрессовый период, а он рано или поздно наступает. И сейчас многие девушки и женщины думают, что в этот сложный период сейчас я начну сильно работать или устроюсь на новую работу или еще на одну работу или создам бизнес. То есть я своими силами сделаю так, чтобы в нашей семье было больше денег за счет себя. И это приведет к счастью. И это приведет к улучшению отношений. К чему это приводит в большинстве случаев? Это к тому, что да, у этой девушки и женщины получаются преуспеть во внешнем мире. Но при этом отношения не улучшаются, а часто становятся еще хуже. И поэтому суть этой ошибки в том, что думать, что через то, что я стану достиженцем во внешнем мире, это улучшит, исправит, сделает отношения с мужчинами лучше. Значит ли это, что я говорю, что не нужно работать, нужно сидеть дома, в четырех стенах, нужно сидеть в пещере, не развиваться, деградировать? Нет. Я просто привожу пример мышления и к чему это в принципе приводит. Я считаю, что это первая ошибка. В принципе так мыслить и так делать. Хорошо, давайте, это не ошибка. Просто нужно понимать, что если я так буду делать, скорее всего это приведет к этому. Опять же, вы можете посмотреть примеры. Может быть своих знакомых, своих подружек или незнакомых семей, как у них. Следующая ошибка. Это когда девушка, женщина, она думает, что опять же в какой-то стрессовый период в отношениях или когда начинаются там первые конфликты или уже очередные конфликты. И часто как бывает, что мужчина как-то себя не так ведет. Недостойно, неправильно, не так как раньше, не так как ожидает, например, его жена. Какой вывод она делает? Она думает, сейчас я его буду критиковать, сейчас я на него буду обижаться, сейчас я его буду учить жизни, сейчас я буду с ним бороться, воевать, спорить, конфликтовать. Сейчас я ему докажу, что он неправ, что он делает что-то не так. И как только он поймет, что он неправильно себя ведет, и тут такой, знаете, он такой, да, я понял, понял, я все понял, как я был неправ. И он резко становится супер-мужчиной. И он резко начинает делать тебя счастливой. И у вас резко становятся отношения супер-счастливыми. Но согласитесь, звучит абсурдно. Согласитесь, потому что через критику максимум, чего можно добиться, это то, что мужчина почувствует себя виноватым. И да, есть такие мужчины, которые из чувства вины, они такие, ой, да, я виноват, и он начинает там цветы дарить, подарки дарить, весь такой хороший быть. Или ты ему говоришь, все, я тебя бросаю, мы расходимся. И он резко становится шелковый. Да, да, есть такие мужчины. Но в чем подвох, в чем нюанс? Что он шелковым и хорошим, становится лишь на короткую дистанцию. И потом у тебя варианты. Либо снова с ним воевать, как-то манипулировать какими-то обещаниями, или угрозами, или критикой, или обидами. Или продолжать это терпеть. Поэтому глобально это ошибка. И то же самое воспитание детей. Я не представляю, как можно воспитать здорового, счастливого, успешного, гармоничного ребенка через критику, через жесткое воспитание. И большинство из вас, если вы это делаете по отношению к мужчине, вы не виноваты. Скорее всего, вы делаете то, как к вам относились ваши родственники, то, как к вам относились ваши родители. Или вы продолжаете в той же воевать, так сказать, за любовь. И многие из вас спрашивают у меня там часто в инстаграм-разборах, как доказать мужчине, как заставить, как убедить. В принципе, в большинстве из нас живет вот этот воин. И я согласен, что, наверное, в бизнесе, в карьере, в спорте без этого невозможно. Без вот этой энергии, какой-то такого жесткой энергии, сильной, которая идет вперед. В отношениях с мужчиной это не работает. Да, это работает, если тебе нравится смещение ролей. Это когда в женском красивом теле мужчина, а в мужском, даже некрасивом теле, женщина. Третья женская ошибка, это считать, что мужчина изменится. А если быть еще точнее, что я, как женщина, его изменю. И как это часто бывает, что, да, у мужчины есть какие-то плюсы, есть явно минусы, но которые не то чтобы, ну, минусики, да, а такие минусы, которые раздражают, прям бесят. Если спросить бы у этой девушки, а ты вообще, как тебе с этими минусами? Ее аж трясет. Но она думает, нет, ну я-то выхожу замуж или вступаю в отношениях за его положительные стороны. Человек-то он хороший, ну и что, что он там выпивает? Ну и что, что он там грубо, где-то может жестко, грубо разговаривать, там, с посторонними людьми или даже со мной? И девушка думает, я его изменю. И это ошибка, потому что это как лотерея. И да, действительно, такое может быть, что мужчина изменится, но рассчитывать на это 100%, то есть ты должна понимать, что ты играешь в лотерею. И мое мнение такое, что нужно задавать себе вопрос. Вот я выхожу замуж, вот я вступаю в отношения с мужчиной. И если этот мужчина останется ровно таким же, как он сейчас есть, вот он не изменится там в каких-то моментах, я буду счастлива с ним? Я буду удовлетворена? Если ответ, нет, нет, я не буду удовлетворен, я не буду счастлива. Я буду счастлива только лишь, если он там изменит какие-то в наших отношениях штуки, заранее, которые меня не устраивают. Тогда это, ну, игра в лотерею. Я считаю, что это нездоровое решение. И часто в инстаграм-разборах, когда приходит на разбор женщина, она уже давно в отношениях, и ее что-то не устраивает в муже, я задаю вопрос. Буквально сегодня был такой разбор. А это, скажи, это изначально такое было? Она, ну да. И вот через 10 лет она приходит на разбор для того, чтобы понять, что же делать с мужчиной, в котором ее что-то не устраивает. А понимаете, какая реакция мужчины? Он в шоке, потому что он думает, блин, ну ты же видела, за кого-то выходила замуж. Тебе же все нравилось, а сейчас тебе это не устраивает. И у него ступор, и у него, конечно же, защитная реакция. Значит ли это, что мужчину там нельзя никак поменять? Можно поменять, да, но здесь нет гарантии. И в любом случае ты можешь менять людей, только начиная с себя. Ты не можешь кого-то изменить, не меняя себя. Можно менять, стараться это делать через трансформацию себя. Четвертая ошибка это игнорирование своего прошлого. Игнорирование семейных сценариев. Тотальное игнорирование каких-то своих негативных чувств, каких-то обид, каких-то претензий, какого-то недовольства, какого-то в принципе, знаете, по умолчанию регулярного пессимистичного настроения на жизнь, на мужчин, на будущее какое-то. Поймите, пожалуйста, хотим мы этого или нет, но наш сегодняшний день, он же очень похож на наш вчерашний день. Наш завтрашний день очень будет похож на наш сегодняшний. И давайте по-честному посмотрим на жизни большинства людей постсоветского пространства, которым за 30. Подскажите честно, а у них сильно жизнь, вот вашего окружения, у них сильно жизнь меняется. Как-то они сильно больше зарабатывают, начинают. Или может быть отношения у них выходят на новый уровень. Я сейчас не говорю про всех до единого. В большинстве случаев, в большинстве случаев я вижу, ну, простое какое-то плытье по течению. Да, какое-то просто, ну, какое-то, что-то, ну, что-то произойдет. Да, вроде бы на что-то, что-то надеемся, что-то изменится. Вот знаете, например, муж изменил. И женщина говорит, Ярослав, а я его простила. Мне хочется всех спросить, А как ты его простила? А как ты его такой? Тут себе в перезеркал сказал, Я его прощаю. Невозможно. Ну, это невозможно простить мужчину, который изменил просто силой мысли. Или просто, типа, каким-то внутренним решением. Может быть, да, ты хочешь простить его. И умом, как бы, ты готова это сделать. Но внутри та чувства, какие? Обиды, претензии, несправедливость, предательство. Правда же? И важно понимать, что это невозможно проработать логикой. Это невозможно проработать внушением себе каким-то. Или разговором с подружкой. Или просто переждать этот момент. Переспать с мыслью и завтра проснуться. Все, я уже не чувствую. Оно где-то там проснуло. Я об этом не думаю, я этого не чувствую. Поймите, пожалуйста, что мы не роботы. Мы не айфоны, да, где можно что-то нажать, стереть. Мы люди. И наша структура внутренняя, она устроена по-другому. Сейчас для этого крутое время. Есть тренинги, есть учителя, с помощью чего можно трансформировать все то, что есть у нас неэффективное. Проработать эти чувства. Но поймите, пожалуйста, негативные чувства невозможно проработать прочтенной офигенной книжкой. Потому что книжки, это всегда про что? Про знания. А от того, что я что-то знаю, как даже должно быть правильно, это не избавляет меня от чувств. Им есть чувства, приобретенные уже как бы от мужчины, да, который изменил. Есть какое-то предательство. Может быть, какая-то даже низкая самооценка. Там мужчина понизил самооценку. А есть еще чувства, которые ты принесла еще как бы отделившись от родителей, да, уже там, будучи совершеннолетним, ты уже вышла с какими-то чувствами. И пойми, пожалуйста, если ты это игнорируешь, если ты туда не смотришь, это не значит, что этого нет. И большинство из нас, это все, мы продукты, некие продукты, некое следствие наших родителей. И основа, это то, что нам заложили в детстве. Нормальную самооценку или ненормальную. Уверенность либо неуверенность. Чувство достойности или чувство недостойности. Чувство, какое-то удовлетворенности или постоянный страх, что что-то не так, все не то. Это пессимистичное настроение. Гармоничность или отсутствие гармоничности. Все не так, все не ладится. Поэтому, четвертая ошибка, это отсутствие, это игнорирование семейных сценариев, игнорирование прошлого. Я не говорю, что про это нужно думать, жить, копаться в этом. Это просто нужно прорабатывать, пахать над этим, трансформировать, учиться, проходить тренинги на эту тему. Как это трансформировать? Как сделать так, чтобы твое прошлое тебя усиливало, тебя делало лучше, давало тебе силу, поддержку и движение вперед, а не якорь, который тянет вниз или на дно? Если для тебя важно разобраться, как же прокачать себя как женщину, как личность, разобраться во взаимоотношениях с мужчинами, как перезагрузить непонятные отношения, как привлекать достойных мужчин, как создавать по-настоящему счастливые отношения, тогда прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Если это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и до встречи в следующих видео. Пока!